Здравствуйте! В эфире информационная программа новости РФЦНЕФ в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. 20 октября – Международный день повара. 120 поваров трудятся в службе торговли и питания РФЦНЕФ. В санатории и профилактории РФЦНЕФ в рамках декады пожилого человека состоялся заезд ветеранов градообразующего предприятия. 20 октября – праздник тех, кто большую часть жизни проводит на кухне. В этот день во всем мире говорят о профессиональных достижениях поваров. Проводят многочисленные мастер-классы презентации новых блюд и ресторанов. Отмечают День повара и в службе торговли и питания РФЦНЕФ. О том, кто обеспечивает питанием, в том числе лечебно-профилактических работников ядерного центра и жителей нашего города, расскажем далее. Служба торговли и питания РФЦНЕФ была создана в 1993 году. Ее сотрудники сразу зарекомендовали себя как настоящие специалисты своего дела. Служба неоднократно становилась лауреатом и дипломатом конкурсов «100 лучших товаров России» и «ГЕМА. Лучшие товары и услуги». Сегодня предприятия общественного питания ядерного центра включают в себя 10 столовых и 6 кафе, в которых трудится 120 поваров. Татьяна Малькова – заведующая производством «Кафе-наука». В кулинарном деле она с 19 лет и профессию повара выбрала не случайно. У нас как бы династия в семье, как бы у всех моих родственников связана жизнедеятельность с общественным питанием и с торговлей. Ну и я как бы в свое время после 9 класса выбрала, вот хочу стать поваром. Обучаться кулинарному делу Татьяна начинала в нашем городе, в политехническом техникуме. Выпустилась поваром 5-го разряда. В то время это была самая высокая квалификация. Когда устроилась на работу, решила не останавливаться на достигнутом и дальше повышать свое мастерство. Меня посылали в Москву, я даже обучалась в японской кухне, ездила в Питер на повышение квалификации, в Нижний очень часто ездили на всякие конференции. То есть как бы мы на месте не стоим. В кулинарии это не ремесло, а настоящее искусство, считает Татьяна. Человек может выучиться на эту специальность, но если в нем нет творческой жилки, он никогда не станет настоящим поваром. Если подходить с профессиональной точки зрения, конечно, мне кажется, должно быть еще и талант, и желание. Просто научиться поварам, выучиться можно, но чтобы была еще душа у повара. То есть в блюдо нужно вкладывать всю душу, если ты хочешь, чтобы это было вкусно, красиво. Татьяна Малькова заведующая производством, а это значит, что она не просто готовит для гостей. Круг ее обязанностей значительно шире. Это контроль приготовления блюд, разработка новых блюд, разработка технологических карт, внедрение что-нибудь новенькое, ну и сам процесс приготовления. А еще заказывает продукты, принимает их, следит за тем, чтобы в холодильнике не было нарушено товарное соседство. Маркирует, оформляет сертификаты на товар, прописывает для каждого блюда список ингредиентов и процесс приготовления. Но самым сложным и в то же время интересным Татьяна считает процесс разработки новых блюд. Где-то что-то увидела, где-то что-то услышала, пробуешь. Естественно, обязательно нужно пробовать. Просто так вот ты взял и приготовил. Нет. И начинаешь, ага, надо туда это добавить, здесь вот довести до вкуса, сюда что-то еще там добавить. То есть это не просто так вот взял, вот накидал и приготовил. Рабочий день поваров кафе «Наука» начинается в 7 утра. Весь день они проводят у плиты, варят, жарят, нарезают овощи, готовят десерты. Каждому празднику разрабатывают новое уникальное меню. А меню обедов меняют два раза в неделю. К разработке новых блюд Татьяна подходит ответственно. Читает литературу, посвященную кулинарии. Каждый вариант обсуждает с коллегами и руководителями, согласовывает с заказчиками. И старается даже самый простой рецепт превратить в настоящий кулинарный шедевр. Я могу и европейскую кухню готовить, и японскую, и китайскую, и узбекскую. Мы даже ездили, нас обучали узбекской кухне тоже. То есть я люблю вот новые хватать, вот это вот, где-то что-то даже соединять, из этого сделать какое-то одно свое. Нет, определенно, что я люблю там европейскую кухню, или японскую, или русскую, или украинскую. Я люблю все охватывать. Также службы торговли и питания проводят мастер-классы для учеников города по приготовлению пиццы, пирожков, роллов, печенья. А кондитерские изделия, эксклюзивные торты и пирожные, пользуются большим спросом у жителей и гостей нашего города. Работы у поваров службы много, но никто не жалеет о том, что выбрал именно кафе ядерного центра. Здесь стабильность, стабильность, очень высокие руководители, которые помогают. Ну и мы обслуживаем высоких людей, руководители ядерного центра, руководители Москвы, Нижнего Новгорода. К нам очень много иностранцев ездит, все выбирают нас. Я думаю, что поэтому, наверное, сюда и пошла. Профессионалов своего дела в службе торговли и питания «РФИАЦ» в НЕФ много. Под чутким руководством Натальи Медведевой, возглавляющей подразделение уже более 10 лет, служба активно участвует в организации торжественных, праздничных и кейтеринговых мероприятий. Кроме этого, организуют выставки продажи кулинарных, мучных и кондитерских изделий и дни национальной кухни в столовых и кафе. Ежегодно у сотрудников «РФИАЦ» в НЕФ, которые вышли на заслуженный отдых, есть возможность попасть в санаторий и профилакторий, расположенный на территории города. Очередной заезд ветеранов градообразующего предприятия проходит в рамках декады пожилого человека. Щадящий режим лечения, прогулки на свежем воздухе и культурный досуг. Как живут и чем занимаются ветераны в профилактории, расскажем в нашем репортаже. Татьяна Хорошилова в профилактории «РФИАЦ» в НЕФ отдыхает впервые. Как призналась сама, после того, что она увидела здесь, не выезжая за пределы нашего зато, желание отправляться на отдых в другое место на территории России или даже за границу пропало окончательно. Здесь, во-первых, близко. Автобус привез, если вдруг чего-то, да, деньги, конечно, тоже. В общем-то, не так здесь, как бы сказать, куда-то ехать, это нужно ведь платить, да, а здесь все как бы у нас есть, кормят хорошо, ухаживают за нами хорошо. Постель вот только, как говорится, неделю проспали, нам постель поменяли, полотенчики поменяли. Все за нами прямо так отлично ухаживает, поэтому, в общем-то, очень хорошо нравится. Так что приедем еще. Первое положительное впечатление на нее произвел номер, в котором ей предстоит провести ближайшие две недели. Многие гостиницы на южном побережье Черного моря не дотягивают до обстановки и планировки профилактория Федерального ядерного центра в НЕФ. Просторная комната, вот это то, что хорошо, да, ну, светлая. Ну, все есть для этого, и чайничек есть, и телевизор, то есть можно отдохнуть, почитать. Здесь библиотека есть небольшая, поэтому хотите, с собой приносите. Ванны очень хорошие, светлые, огромные. Все там такая мебель хорошая, душевые кабинки, ну, везде коврики. И вообще все отлично, все отлично. Номера в жилом фонде санатория предназначены для проживания двух человек. А уровень бытового обслуживания по некоторым параметрам выше, чем во многих заграничных отелях. Самых популярных направлений для отдыха. Сухая и влажная уборка помещений, смена постельного белья и полотенец, минеральная вода и чай в номерах. Все это ежедневная работа для горничных, обеспечивающих комфорт проживания в профилактории. Все эти факторы в совокупности позволяют создать тот уровень комфорта для отдыхающих, который позволит восстановить физические и эмоциональные силы сыровчан для работы на Невеобороноспособности нашей страны за короткий срок, равный двум неделям. И что самое главное, соседей при заселении можно выбирать себе по душе. А порой даже малознакомые люди становятся наилучшей компанией для отдыха. Вообще-то мы как бы были немножко знакомы, но не так близко. А потом, когда оформлялись, стояли рядышком, ну и решили вместе поселиться. И оказалось нам с ней очень даже прям хорошо. Успокаивающие звуки леса и морского побережья, приглушенный свет и лечебный воздух соляной пещеры – это то, что по душе Лидии Гончаренко и ее друзьям на отдыхе. Впервые Лидия Васильевна попала на отдых в профилакторе, тогда еще просто Дом отдыха, в 18 лет, в 1956 году. И влюбилась в это место с первого взгляда. Я бывала во многих почти наших ведомственных санаториях по вредности, но лучше нашего профилактория я нигде не была. Я плачу, когда сюда прихожу. Вчера был солнце, какой день, в Третьяковку не надо ездить. Это вот вам, живая Третьяковка. В этот раз Лидия Васильевна будет отмечать здесь свое 80-летие. Путевка в профилакторию – это подарок, которым она несказанно обрадовалась. Как отмечает женщина, социальная поддержка сотрудников ядерного центра организована на высшем уровне. По ее словам, и за всю свою рабочую практику, и за все время, пока она находится на заслуженном отдыхе, а это более 30 лет, она не слышала, чтобы в департаменте социальной политики кому-то отказывали. Особенно это касается медицинского обслуживания пенсионеров в профилактории. Отношение персонала, вот ко всем нам сидящим, оно прежде всего должно быть, что ты пришел, где тебя ждут. Тамара Барышева на отдых и лечение в профилактории в НИЭФ попала во второй раз. Еще пять лет назад она была приятно удивлена и обслуживанием в номерах, и меню в столовой, и медицинскими процедурами, которые были подобраны для нее индивидуально. В этот раз, среди прочего, особенно она отметила позитивный эффект гидромассажных ванн и медицинский массаж. После таких манипуляций, по ее словам, она чувствует во всем теле потрясающую легкость, хочется бегать и петь. После таких процедур и вечерний досуг у жителей профилактории проходит на ура. Вечером, во-первых, прогулки, даже общение у нас хорошее здесь, а потом здесь мероприятия культурные очень хорошие, да. И ансамбль приезжает к нам, все, вот четверть приезжает с нашего микрорайона, ансамбль «Улыбка». Ну вот, в общем, мероприятия очень хорошие. Лакомить с кислородным коктейлем Тамара Барышева рассказывает подругам о своей работе, на которую ходила с радостью, о том, как вышла на пенсию в 45 лет и про то, что много времени провела на вредном производстве. Женщина подчеркивает, сегодня с уверенностью можно сказать о том, что по окончанию трудовой деятельности и о ее заслугах, и о заслугах ее подруг руководство Федерального ядерного центра в НИЕВ не забыла. Это очень даже лично, что именно в НИЕВ нас, как даже пенсионеров, образуют вот эти два заезда, ну, ветеранских. Как только подходят к концу все медицинские процедуры, дневные прогулки, долгие разговоры и воспоминания, жители профилактории отправляются в актовый зал. Ежедневно на небольшой, но уютной сцене выступают вокальные и танцевальные коллективы города. Наиболее востребованы, конечно, песенные ансамбли, такие как, например, сказ. Яркие костюмы, стилизованные под старину многолетний опыт и репертуар, который так любят в зале. Романс и частушки, грустные и веселые произведения, аплодисменты и слова благодарности артистам начинали и заканчивали каждую песню коллектива. Но лучшей наградой для коллектива сказ стала возможность увидеть, как им подпевают. Такие концерты в конце дня для многих отдыхающих ветеранов Руфиа Цвнеев – возможность не только отдохнуть душой, но и вернуться во времена своей молодости. А это порой лечит лучше, чем микстура и пилюля. Не только условиями проживания славится профилактория Руфиа Цвнеев. Значительная часть работников этого учреждения – медики, врачи и медсестры, массажисты и специалисты ЛФК. Спектр медицинских услуг, на которые могут рассчитывать отдыхающие, невероятно широк. А учитывая специфику отдыхающих в профилактории в декаду пожилого человека, для ветеранов подобраны специальные процедуры. Конечно, большие виды лечения – это щадящие, это массажи, лечебная физкультура, это ванны, те же прогулки на свежем воздухе, общение со своими коллегами. Это спериотерапия, это прием минеральной воды, кислородного коктейля. Все такие мероприятия для них способствуют укреплению и сохранению их оставшегося здоровья. По словам Владимира Маслова, гости профилактории, приезжая к нему в учреждение, имеют целый ряд профессиональных и возрастных заболеваний, полученных в том числе и во время работы в цехах заводов и на других вредных производствах. Перечень недугов известен всему медицинскому персоналу санатория-профилактория, но самое частое обращение к Владимиру, как к врачу, со словами благодарности. Забота о сотрудниках Федерального ядерного центра в НЕФ – одно из самых важных направлений социальной политики института. А заезды для ветеранов Рафиадсвенеев в профилакторий – это давняя и очень почитаемая традиция. Единовременно на попечении Владимир Маслова и его коллег находятся свыше 90 человек, возраст которых редко меньше 65 лет. Инициатива создания подобной формы досуга для ветеранов исходила от руководства ядерного центра. Конечно, здоровье – это самое бесценное, что есть у человека. Я уже повторяю, что мы о нем вспоминаем, когда мы его теряем. Поэтому руководство очень много внимания уделяет в социальной политике для улучшения жизни и качества своих сотрудников, в том числе и не забывая ветеранов. Ветераны очень благодарны руководству, что предоставляется лечебная база для таких заездов. Бесплатные заезды для ветеранов Рафиадсвенеев в профилакторий проходят дважды в год – в канун 9 мая и осенью в декаду пожилого человека. Попасть на них может любой сотрудник городообразующего предприятия, находящийся на заслуженном отдыхе. А чтобы у каждого была возможность не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье, была создана схема, по которой путевки предоставляются лишь раз в три года. Все честно и открыто. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.wnev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин